Приветствую, мои дорогие кристаллики! С вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами наконец-то вернёмся в Кэтс. Да, давненько мы в него не играли, но, ребята, я ждал, когда же выйдет наконец-то более глобальное обновление, в котором добавят новые пушки, либо же доделают клановую систему, когда можно будет уже нормально драться и что-то там придумывать. И, ребята, это ввели наконец-то, потому что сейчас появился ящик банд, сейчас появились новые пушки, сейчас появилась битва банд. И всё это дело надо будет попробовать нам провернуть, посражаться и поучаствовать в всём этом добре. Но самое главное, что появились новые пушки, которые со временем будут открываться. Ну, одна уже пушка открылась у нас, ребята, это супер-пулемёт. И также следующий будет дробовик, у нас он откроется через 6 часов. И следующая новая деталь откроется, полагаю, после того, как откроется дробовик. И, как видите, деталек здесь довольно много. Ну, начну я, наверное, с супер-пулемёта. Написано про него здесь, что это содержит 6 супер-деталей, 1 легендарный пулемёт. Да, ну, в принципе, пулемёт можно и так выбить, но я вроде как могу его через кейс купить. И так будет, по это делу, мне проще, чем открывать кучу других кейсов. И также здесь дробовик есть. Сметающие залпы написано, но никакой конкретно подробности про него нет. Ну, ладно, давайте возьмём пулемёт, посмотрим, что же это такое. Насколько это крутая деталь. 120% есть ли на луноход. Ну, окей, кстати, крутой бонус так-то упал. Циркулярка на проныру мне упала. Ну, всё, в принципе, остальное меня не сильно интересует, на деле-то. Меня интересует только супер-пулемёт наш и как же он будет фигачить противников. Давайте-ка глянем. Только надо луноход найти. Надеюсь, у меня он есть. Я уже не помню, на самом деле, давно не заходил. Так, луноходы у меня есть. Какой... Я не знаю, правда, как луноход будет стрелять. Точнее, пулемёт как будет стрелять. Поэтому возьму вот такой вот корпус, чтобы ровно посередине стояло. И противников наверняка задело. Так, и вот он, пулемёт. Ё-моё, 100 урона у него. Всего выглядит, конечно, очень круто. Моделька мне нравится. Так, и давайте какие-нибудь колёса накручу пока что. Чё, у меня там помощнее есть. Ролики более-менее нормальные. Если что, да, я с того момента, как последний ролик был, в деревянной лиге остался. Так ещё и не прокачивался. Дальше остоило бы. Потому что, ну, блин, ну, деревянный я иду. Неинтересно это так. Ну, хотя могу уже в железо, потому что я в железной лиге. Но хотелось бы посмотреть, как же себя этот пулемёт может показать на каком-нибудь карбоне. Ну что, давайте устроим этот чемпионат. Пойдём посмотрим, насколько этот пулемёт реально жёсткий. Как он будет фигачить. Мне это очень интересно. Сколько у него ударов в секунду получается? Или за секунду он стреляет? Как у него вообще урон идёт? Так. А, вот получается. Он делает по выстрелу в полсекунды, что ли? Погодите. Ну, чё-то по ощущению, да. Примерно, как будто он чуть побыстрее стреляет, чем в секунду. Но я ожидал, что это будет прямо реально... А, он ускоряется. Смотрите-ка. То есть, первый выстрел у него такие простые, медленные. А потом он становится быстрее. Как я понял. Интересно слушать, интересно. Хочу посмотреть, когда будет противник очень жёсткий, чтобы разогнать пулемёт до максимума, если так можно. Но я смотрю, что третий выстрел происходит очень быстро. Значит, реально он будет со временем ускоряться. Но урон очень лютый у него. Слушайте, пулемёт мне нравится. Хочу уже посмотреть, когда будет дробовик, насколько же он будет жёсткий у нас. Но это, видимо, в следующий раз. Если вообще поддержите лойсами, этот видосик будет... Наберётся более 3000 лойсов. Я обязательно посмотрю следующее обновление с новыми пушками. Точнее, когда появится дробовик, а возможно ещё какая-нибудь новая деталь. Ну, сам танк у меня, понятное дело, не очень. Поэтому меня довольно быстро разматывают. Но ничего в этом такого страшного. Это можно довольно быстро нам миновать. Всего один противник меня смог победить. Нет, два противника. Ну, ничего страшного. Сейчас просто хп-шки себе добавим и попробуем победить. Единственное, что я бы хотел на себя два пулемёта накрутить. Так, один дробовик, эксклюзивный доступ, сметающие залпы. Но, к сожалению, это надо покупать, как я понимаю. Нельзя это за кристаллы мне приобрести, да? Да, открывается панелька, понятно. Ну, жалко, к сожалению. Теперь в ящике банда доступно... А, вот, теперь доступно в ящике банда и в специальном ящике в магазине. Вот нам как раз вывели уведомление, что появился вот этот самый пулемёт. Следующий будет дробовик, но, к сожалению, раньше его получить никак, кроме того, чтобы задонатить. Но я сейчас это не могу сделать, понятное дело, по понятным причинам, я надеюсь. Так, ну что, давайте посмотрим тогда банды. Как конкретно вот моя банда. У меня, правда, здесь особо ничего и нет, потому что бандой я не занимался, так как не играл давненько. Ну, тут вроде как своей жизнью потихонечку наша банда живёт. Так, и вот они, битвы банд. Здесь мы можем поставить свой танк, чтобы сражаться с другими противниками. То есть, до трёх танков я могу себе поставить свою банду и после этого начать сражаться, чтобы получить вот этот вот самый ящик. Но пока что, как видите, я тут конкретно победить вообще не смогу за свой танчик. Тут, видите, три сверхжёстких противника, мне надо будет запотеть, поэтому надо собирать, как я понял, три танка. И это сделал я уже попозже. Пока что мы просто делаем смотр обновления, скажем так, что в нём можно и того подобное. И скажу, что довольно интересно выглядит. Особенно мне нравится, что наконец-то добавили всё-таки какие-то новые пушки. Это просто безумно радует, потому что я очень долго ждал, когда уже выйдут новые пушки, новое оружие и всё в этом духе. Потому что реально этого не хватало. Думаю, со мной многие согласятся, кто играет давно. Правда, единственное, что они добавили, это новых каких-то бафов вот этих конкретно за престиж. Так как, ну, блин, почему их не ввели? Это странно, по той причине, что, например, я хочу прокачать пулемёт, почему бы его не прокачать за престиж? Это было бы довольно неплохо. И это делало бы пулемёт ещё более интересным. Интересные вещи, интересным оружием. Так, давайте-то забустим нашу пушку немножечко. Ну, пусть она у нас поразваливает кабинеты. Плюс надо немножко себе хп добавить. Тут сверхтонкий танк, который раскладывать можно всем, чем можно. И нельзя, наверное. Жалко только луноход, говорю, у меня не на два крепления в плане пушек. Так бы было повеселее, если бы я мог поставить два пулемёта. Реально получилось довольно угарное. Ещё интересно, будут ли вещи, которые будут усиливать луноход. Вот это тоже интересно. Ой, не луноход, а пулемёт конкретно. Будут ли такие вещи, которые будут его усиливать? Тоже очень любопытный для меня момент. Так, ну-ка я могу. Сколько за левел будет, интересно, даваться нам урон? 24 урона. Ну, ничего особенного, в принципе, в разбросе статов. Поэтому поехали, выполним чемпионат. Посмотрим, может быть, какие-то ещё новые анимации добавили. Вполне возможно, что какие-то про какие-то обновления не написали сразу. Скажем так, а померишь того, чтобы мы их узнавали. Ну, ладно, сейчас победим. В этот раз урона хватает, и хпшки у нас получше. Поэтому весь бой у нас будет с вами пройден. Остаётся только подождать. Уж интересно, что будет за дробовик такой. Блин, ну, вот это, на самом деле, мне вот эта тема не очень понравилась. В том плане, что... Почему нельзя сразу добавить все вещи в плане пушек? Я хочу посмотреть, что сразу добавили. Почему я должен целые там сутки ждать, чтобы подождать, когда я смогу ими воспользоваться? Или хотя бы сделали бы, не знаю, за двойной тариф кристаллов, чтобы хотя бы я смог для ролика их показать, все их типушки скупить. И чтобы потом уже не было вопросов по поводу оружия, сразу, так сказать, к ним подготовиться. Ну, нет, так нет, чего уж поделать. Придётся подождать. Так, ну, котик машет, это уже предыдущее обновление было, это довольно мило. Но больше ничего не изменилось. Сейчас посмотрим. Говорю, что, возможно, какие-то мелкие правки, мелкие визуальные детальки. Кстати, наклейка такая раньше была или нет, я уже не помню. Так, легендарный кейс, жало. Мне вот интересно, есть ли какой-то бонус на пулемёт, говорю. Но мне кажется, что нет бонусов на пулемёт по какой-то мне причине. Но пока что пулемёт выглядит не самой бесполезной пушкой из нововведённых. То есть это явно не дрель какая-нибудь, которая мне не нравилась. Как и жало мне не очень заходит. Кстати говоря, давайте, знаете, что проверим. Я вот это хочу попробовать. Специально не двигаться танком, чтобы посмотреть, насколько он может вообще разогнаться, если это возможно. Вообще, да, это клёвая тема в том плане, что он начинает разгоняться. Как видите, он реально начинает быстрее стрелять. Думаю, что если слишком затянуть бой с пулемётом, то это выйдет явно вам боком. Очень, 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 очень будет неприятно, если затянуть бой. Считайте, будет... С какой скоростью он, интересно, будет стрелять, получается. Если он там будет делать 10 выстрелов за секунду в будущем, это вообще с ума сойти. А сколько же это читерски будет? Ну, понятно, что у меня тут корпуса нормального ещё нет. Я чисто занимаюсь пока тестом. Ничего, прямо супер... Ээээ... Блин, вот... Переверните меня, чтобы я мог посражаться с собой. Интересно посмотреть на скорость атаки игры пулемёта. Ладно, давайте корпус я нам раскачаю. Так, и заодно... Заодно, наверное, я попробую открыть гигантский суперящик. Может быть, мне в нём повезёт на какую-то новую деталь. Кто его знает? Обычно я не покупаю гигантский суперящик. Но здесь просто надеюсь, что упадёт как раз новая деталька. Возможно, фортанёт на что-то интересное. Возможно, нет. Ладно, сейчас быстренько прокручу. Вроде ничего уникального я не вижу такого. Видимо, нет. Пока что не падает, пока доступ к этому и не разрешат, получается. Ну, ладно, чё, тоже неплохо. Я, в целом, хотя бы смогу быстренько продвигаться в новых этапах. Если вам, конечно, это интересно. Если вам не интересно, может, только апдейт посмотреть, я не знаю. В любом случае, если вы захотите продолжения, можете лосик поставить. И мы заценим, что же там у нас будет дальше. Сейчас пока что надо поставить колёсики нам. Чё-то ничего на пирамиду, к сожалению, не упало. Это довольно грустно. Мне бы чё-нибудь на пирамиду хотелось бы. Ой, фу, на пирамиду. Ну, на луноход хотелось бы. На пирамиду у меня есть. Так, ну, пока вот так поставлю. Минус 63 хп, но ничего страшного. Нам, в принципе, тоже этого хватает. Сейчас только накрутить... А, стоп, а луноход-то у меня упал какой-нибудь нормальный. Так, для близнецов, для... Ну, слушайте, вот это вот мне нравится. Вот такой, что ли, поставить? С двумя креплениями, в принципе, можно реально сделать интересно. Только вот крепление вот здесь бы стояло, и я бы смог нормально стрелять. По той причине, что здесь вот... Скорее всего, второй пулемёт просто не будет попадать по противнику. Вот чё я переживаю. Ну, и второй пулемёт мне не падал, да? Мне всего лишь один пулемёт, который... Который один пулемёт. Ладно, давайте, знаете, чё сделаем? Так, я ведь могу ещё один купить, да? Давайте ещё один супер пулемёт купим, чтобы посмотреть, как они себя ведут в большом количестве. Скажем так. Так, так, я не посмотрел, на чё выпал конкретно супер пулемёт. Так, 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 сейчас мы его посмотрим. Где ты, где ты, где ты, друг мой? Ты мой прекрасный и ужасный. Так, надо понять, где супер пулемёты стоят после чего, чтобы не путаться. После лазера стоит супер пулемёт, и это на пирамиду теперь. Серьёзно? Так, ну ладно. Так, вот пирамида. Пирамиды меня устраивают тем, как у неё стоит конкретно эти гнёзда как стоят. Очень теперь интересно посмотреть, как я буду сфигачить с двух пулемётов. Это, наверное, будет выглядеть довольно эффектно. Так, и ещё этот... А, стоп, у него тоже 100 урона, хотя он на 2 звезды. А, энергии не хватает, погодите. Так, 5 энергии надо сейчас накрутим, бустеров, чтобы 2 пулемёта напялить. Я просто... я бы, конечно, мог бы ничего из этого... Блин, слишком мало у меня бустеров, да, ещё? Чёрт. Ладно, тогда без бонусов чисто посмотреть, как вообще себя будет вести 2 пулемёта в плане боя. Хотелось бы, конечно, говорю с бонусами от корпуса, но нет, так нет, в следующий раз сделаю. Пока что можно и думаю и так, если что. Просто главное вот это вообще попробовать всё дело, посмотреть, как оно... Как оно будет чувствоваться. Ну, как я понял, говорю, на пулемёты нет бонусов. Никаких особо получается, что пулемёты нельзя усилить бафами или этого пока просто нет. Возможно, это будет позже, возможно, этого вообще не будет. Это так, пока что у меня мысли вслух. Но хотелось бы, конечно, чтобы были какие-то бонусы, потому что без них иначе скучно. Так. Напроныруем. Чё там, я не знаю. Я сейчас какие-нибудь слабенькие колёса поставлю. Нам уже вот такого количества ХП хватит на то, чтобы всех партийников разнести с двумя пулемётами. Тем более, они очень люто сносят всё-таки. Блин, ну круто выглядит. Танк, конечно, выглядит очень круто, как по мне. А, и урон... Урон, по идее, просто фантастический в этих пулемётов, если, говорю, затянуть битву с ними. Потому что, реально, потом они будут фигачить, как сумасшедшие. Если, конечно... О, вот с этим... А, ну ладно. Не, ну два пулемёта ещё круче. Хочу четыре пулемёта, не знаю. Ну, в целом, меня этот апдейт так-то радует. Но то, что говорю, что вещи сразу получить нельзя, это довольно грустненько. А битву банд чуть позже придётся организовать, показать. Сейчас, конечно, я могу зайти в битву банд, чтобы вы поняли, в принципе, что это такое. Так, ладно, давайте уйдём. Я соберу сейчас какие-нибудь левые танки. Специально, чтобы мы могли хоть как-то поучаствовать. Так, пусть это будет, не знаю. Ну, в принципе, я могу собрать даже неплохой танк. Так что, давайте попробуем. Так, у меня на ролике, например, этот бонус корпуса, да? Так, ролики, ролики, ролики. Чё, у меня мало так роликов, что ли? У меня должно было больше быть. Или все те, что нормальные были, я на этот прикрутил. Ладно, так, чё у меня там ещё по корпусам? Такс, 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 на близнецов. Так, одно крепление, неинтересно. Вот, неплохая пирамида. Смотрите, на три крепления, на три ракетницы. Так что, вот это можно нам поставить. Так, с ракетницей у меня были. Так, жалко на валун, только луноход. На пирамиду чё-нибудь есть, на комету, на проныру. Ну, ладно, нет, так нет, поставлю просто ракетницы тогда. Так, лишь бы энергии хватило. Не хватает, придётся слабенькие поставить. Так, раз. И... Так, ладно, вот эту пока уберу. Уйди отсюда, ты нам не нужна. Так, и ещё хватает энергии на одну, да? Ну, вот так. Нет, стоп, на семь тогда должно быть. На семь у меня есть чё-нибудь? Чё-нибудь на семь, ребята? Нет, ничего нет. Так, ну так урон получается вообще не очень. Так что лучше поставить. Так, куда ты выкинулся-то, блин, а? Ай. Чё у меня ещё? Может быть, что-то всё-таки есть поинтереснее, чем я заметил? Пирамида мне понравилась, но, как говорю, что можно... О, слушайте, неплохой валун так-то. Если на него не ставить колёса толком, то будет неплохо. Так, вот так, например, поставлю. И ещё поставить... Ну, вот это не влезет, понятное дело, сюда. Ну, давайте хотя бы одну вот такую ракетницу поставлю. Мне, в принципе, главное собрать... Простецкий танк, по сути, надо собрать какой-то, чтобы просто вам показать, как это работает. Так что ничего особенного прям придумывать такого не буду. Так, второй танк у нас получается. И давайте третий танк собираем. Ну, это я вернусь к этой самой... К этой самой, к этой самой нашей ракетнице. И накручу на неё ракеты, понятное дело. Чё мне сейчас предстоит накручивать-то на неё? Так, вот эту ставим тогда. И остаётся ещё энергии на... Блин, ещё бы один густер энергии. Всё окей было бы на самом деле. Ладно, тогда поставлю что-нибудь другое. Пилу, например. Пилы у меня нет, на пирамиды нет. Вроде нет. Ну, жаль. Жаль, очень, очень жаль. Так, стоп, нет, шесть энергии. Чё-то меня плющит сегодня немножко. Ну, что ты не ставишься-то? Я же всё правильно... Так, господи, чё с ним не так-то, а? Не даёт ничего нормального не сделать. Всё. Три танка собрали. Так, стоп, подождите. Без колёс его оставил. Это косяк. Катер. И... Продыра, не знаю. Так, и пошлите в битву, бант. Посмотрим, как это работает. Как будет происходить сама битва конкретно. Просто чисто я думаю, что вам тоже интересно. Спасибо за защиту чемпионати. Ну, как видите, я сражаюсь против очень лютого чувака. Так что... Скорее всего, он не размотает. Надо конкретно буститься очень жёстко. Я к этому ещё не готовился. Надо конкретно подбирать танк под эту битву. Но просто интересно посмотреть. Я могу выбирать, с какого танка я могу начать. Начнём, понятное дело, с нашего пулемёта танка. Он как бы тут самый, наверное, неплохой. Хотя нет, меня снесли сразу же с одного лазера. Первый танк я потерял. Ну, дальше, понятное дело, я уже не смогу выиграть. Слишком жёсткие у него танки остались. Но фишка в том, что каждый раз, когда мы его дамажим, у него теряется запас здоровья. И вот сохраняется потерянный запас здоровья до следующих битв. Вот так вот оно идёт. И это довольно круто. Получается, это кейфайтинг. По очкам. И это прикольно сделано, на самом деле. Единственное, что насчёт баланса не совсем понятно. Как оно будет распределяться. Один из десяти соперников. По каким критериям он отобрался у меня? Ещё у меня есть три попытки. Я могу начать реванш. Что будет, если я проиграю полностью? Я не знаю. Возможно, скорее всего, перезарядка будет какая-то. Либо же за кристаллом можно будет установить. И новые соперники через семь часов, получается, будут. Тогда же ведётся и новая уже пушка у нас где-то примерно в это время. Ну ладно, ребята. В общем, на этом эту серию заканчиваем. Быстренько посмотрели апдейт. Довольно интересный в целом. Хочется его попробовать больше. Хочется посмотреть другие пушки. Если вам тоже этого хочется, можете, говорю, поставить лайк этому ролику. Если будет много лойсов, то я обязательно посмотрю, что же там будет дальше. А на этом пока что мы закончим. Если вам понравился ролик, можете подписаться на меня. Нажать на колокольчик, если боитесь пропустить новые ролики. Так как колокольчик позволяет мне пропускать их. И также, ребята, в описании ссылки на мой ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Стрим-канал. Можете туда тоже подписаться. На этом всё. Всем удачи. Всем пока.